Ладно, давайте постараемся сделать быстро, потому что я так понимаю, что тут многие хотят домой. Но все-таки я спрошу немножко вопрос. Значит, ребят, из вас кто-нибудь MySQL в клауде использует? Смешано. Вот, окей. Ладно. Так, ну и интересно, если вы используете MySQL в клауде, то есть у вас как используется, как database as a service или вы сами просто на компьютер раскладываете? У кого-нибудь кто-нибудь использует? Amazon Aurora или Amazon RDS, Google Cloud SQL? А, да ты выше руку поднимай, здесь нечего стесняться. Что? А, ну понятно. Окей, хорошо. Ладно. Так, ну значит, о клауд. Когда мы здесь говорим о клауде, на самом деле, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду инфраструктуру, которую мы можем управлять программно. В отличие от серверов, которые нужно ручками вставлять в стойку, в клауде мы все можем делать через API и управлять всей этой инфраструктурой. Клауд у нас мы рассматриваем public и private, две такие большие группы. И вы часто, наверное, говоря о клауде, можно встретить такие разные интересные термины. То есть инфраструктура as a service. Как это по-русски называется? Кто-нибудь знает? Или вы так используете просто английские названия? IaaS. А? IaaS. IaaS, да? То есть это наш самый такой примитивный, где у нас клауд нам дает инфраструктуры, такие как сервер, на котором можно что-то гонять, сторож, на котором можно что-то хранить и как их как-то связывать с сетью. То есть примеры, как Amazon EC2, EBS, S3. Дальше, если мы идем на уровень выше, то есть такие штуки, как database as a service, где нам предоставляется такой кусочек, как база данных, где целый instance, база данных или целый кластер нам предоставляем. Ну и, наконец, еще, скажем так, более модный подход. Это новый подход, когда нам дается платформа as a service еще более высокого уровня, где нам говорят, вот вам типа специальная клауд-среда, которая вся интегрирована, скейлятся, если повезет, в которой вы можете делать весь ваш application development. Когда мы говорим о особенности MySQL Haviability, то в клауд нужно понимать такие концепты, как регионы и availability zones. А регионы, как у нас это все представлено, вот таким образом, что у нас есть availability zones, которые живут внутри регионов, которые все живут внутри нашего клауд-сервиса. Availability zones, что между ними хорошо, это то, что между ними network latency, оно достаточно небольшое. То есть он хуже, нежели чем между серверами внутри одного availability zone, но все-таки он куда лучше, нежели чем между разными регионами. И availability zone, по большому счету, говорится, что это те вещи, которые достаточно неплохо друг от друга изолированы. Но они изолированы, как показывает практика, не полностью. Потому что если посмотреть примеры, которые были сбоев, например, у Amazon, хотя редко, но бывают такие, которые аффектят все availability zone в каком-то регионе. Регионы же друг от друга, они изолированы, и прежде всего они еще изолированы географически. То есть если мы, например, столкнулись с каким-нибудь, не знаю, там большим землетрясением в Калифорнии, то она может вполне затронуть, может быть, даже больше, чем один регион. Но если у нас при этом мы используем еще ресурсы в каком-нибудь регионе на другом берегу или вообще в другой стороне, то куда менее явно, менее вероятно, чем это нас затронет. Если говорить про клауд-провайдеров, вот три такие мировые большие провайдеры, Amazon, Google и Microsoft. Мне, кстати, интересно, в России есть какие-нибудь лидеры локальные, о которых имеет смысл говорить? Selectel, да? Ну, этих слышал. Еще кто-нибудь? Что? Infobox. Ну, понятно. Следующий момент, который упомянуть. Если вы работаете с клаудом, вот есть несколько технологий, которые вам, наверное, хорошо было бы знать. Опять-таки просто не буду говорить в деталях за отсутствием сегодня времени, но я думаю, Google у всех есть в основном для этой цели. Ну, следующий вопрос, который у нас сейчас остается с клаудом. Ну, во-первых, стоит ли переезжать в клауд? Ну, на самом деле, это как бы такое интересное решение, которое обычно мы сталкиваемся с тем, что оно принимается где-то наверху, и уже инженерам, да, там DBA приходится, ну, с этим решением мириться. Редко это бывает непосредственно их решение. Ну, на самом деле, я бы сказал здесь, что переезжаете вы в клауд или нет, но так или иначе имеет смысл увеличивать и максимизировать автоматизацию, которую вы используете, да, потому что, ну, понятно, что тренд идет все больше и больше автоматизации. Мы хотим, чтобы все меньше и меньше число людей могло обслуживать все более и более большую инфраструктуру. Это эффективно можно сделать только с помощью автоматизации. А автоматизация хорошая, на самом деле, достигается только если у нас есть какая-то программирование инфраструктуры, да, потому что автоматизировать, поставить новый сервер в стойку, да, это как бы сложно. Ну, и что есть еще следует интересным достаточно момент, что я знаю, что многие не знали, что на самом деле многие боятся как бы клауда из-за его виртуализации. Здесь следует понять, что, во-первых, overhead виртуализации сейчас снижается, во-вторых, что некоторые клауд-провайдеры, ну, вот и клауд-технологии, например, OpenStack, позволяет нам использовать невиртуализированное железо тоже. Ну, или Oracle Cloud тоже, одна из фич, которую они рекламируют, позволяет нам делать, использовать невиртуализированное железо. Ну, на самом деле, если мы используем клауд, его можно использовать в трех таких вот возможных вариантах. Мы можем использовать как публичный клауд, private клауд, да, там как бы у себя личный клауд или гибридный. Ну, на самом деле, чаще всего то, что мы смотрим, особенно небольшие бизнесы, они используют публичный клауд, потому что для них это удобно, что они могут быстро их использовать, и для них это достаточно дешево часто использовать. Особенно не требуют каких-то вложений в инфраструктуру, в людей, которые умеют все делать и настраивать. С другой стороны, private клауд часто это то, что любят большие такие enterprise компании, которые любят контрол, любят знать, где это стоит, какие люди вообще могут, в принципе, добраться для их данных. Для них это, кстати, может быть и дешевле, если у них уже там отстроены дата-центры, есть обученные люди. Ну, и еще такая интересная вещь, то что нам еще это позволяет интегрироваться с какими-то старыми решениями, которые у вас есть. То есть если у кого-то стоит, не знаю, там какой-нибудь старый толстый IBM майндфрейм, который еще используется, то перености вот это приложение в Amazon Cloud может быть тяжело. Да, там ходить к этому майндфрейму из клауда может быть дорого с точки зрения производительности. В случае, если у вас есть private клауд, то он может жить вполне по соседству с чем-то таким вот стареньким. Ну, и гибридный подход, когда у компании есть и свой private клауд, и какой-то публичный, например, часто говорят вот девелоперы, мы им позволяем делать public instances, потому что там не очень просто, дешево, там нет никаких дополнительных… они не работают с конфиденциальными данными. Ну, и понятно, что у гибридной клауд подхода у него есть достаточно широкие возможности, но и получается более сложно, может быть, его обслуживать, потому что персонал должен быть знаком с обоими подходами. Следующий интересный момент, который мы сталкиваемся, это как люди используют один вендор, например, тут только Amazon, или же пара разных вендоров, например, Amazon и Google. Но в данном случае плюсы и минусы тоже, они достаточно очевидны. Если мы хотим использовать одного вендора, то можно использовать максимальное число разных фич, но при этом понятно, что мы достаточно тяжело перенести приложение другого вендора, если получается слишком дорого, или если мы недовольны качеством по каким-то причинам. Множество вендоров часто используют большие компании для минимизации рисков. Вот, например, я смотрел, что Snapchat перед своим выходом на публичный рынок, они опубликовали информацию о том, что они по несколько сотен миллионов долларов дали как Google, так и Amazon, приплатили за использование их сервиса в следующие сколько-то лет. Что у нас здесь есть? Другой еще вопрос, что мы можем на самом деле либо сами выкатывать MySQL в клауде, используя такие вещи, как EBS, S3 для бокапов и так далее, либо мы можем использовать непосредственно database service, то, что клауд сейчас предлагает. Что нам, с одной стороны, достаточно проще, с другой стороны, часто бывает несколько более дорого и тоже недостаточно гибко. То есть, если вы, например, какие-то хотите использовать специальную версию или специальные какие-то возможности, она в вашем клауде может быть недоступна. Следующий момент, который я бы упомянул еще, что многие клауды, ну вот Amazon прежде всего, они говорят, вот наш Amazon RDS или Amazon RDS Aurora, вот он совместим с MySQL. Но на это надо понимать, что в каком-то мере он совместим, но тем не менее это не open source продукт сам себе, то есть непосредственно что там происходит вы не знаете. И, по большому счету, работа с ним получается как с каким-то close source продуктами, да, там где что как работает, никогда не посмотришь и не разберешься. Миграция. Какие здесь интересные вещи, подводные камни? Ну, во-первых, я бы рекомендовал, если вы переходите в клауд, не пытаться делать много вещей сразу. Не пытайтесь менять одновременно версию MySQL и переходить в клауд, потому что это часто создает больше проблем. Вы не будете знать, это у вас проблемы полезли из-за того, что вы MySQL версию поменяли или из-за того, что просто в клауде вот там тормозит что-то. То есть имеет смысл по крайней мере Major MySQL версию оставлять то же самое и уже, если хочется делать апгрейд, делать его до или после, но не во время переезда. Когда мы переезжаем, если в клауд обычный, который как сделан на Infrastructure the Service, то тут на самом деле то же самое, как обычный дата-центр миграции. Используйте бинарные бакапы, такие как сделаны с Percon и Extra Backup. Для репликации хорошо используют либо Slave Compressed Protocol, либо VPN, который может компрессировать данные, потому что MySQL binlogy или replication traffic, он умеет, очень-очень хорошо сжимается. Ну и следует учитывать, что некоторые там утилиты, которые вы используете, например, для бакапа, часто должны быть модифицированы для работы с S-Free, вместо того, что вы локально использовали. То есть обычно бакапы в клауде делаются несколько по-другому. Если мы переходим на Data Basis Service, здесь несколько все более сложно. То есть обычно нам требуется скопировать базу данных, используя какой-то dump. Имеется в виду либо там MySQL dump, либо MySQL pump, либо MyDumper. И после этого мы настраиваем внешний слейв. В случае AWS, ну и как и других систем, обычно это требует использовать специальных команд, потому что Data Basis Service вам обычно рута не дает. Например, в RDS используется специальная фишка Set External Master для репликации. Ну и надо понимать, что здесь вам тоже, скорее всего, придется использовать какие-то другие средства для мониторинга, бакапа, потому что у вас не будет полного доступа физического через Shell к этому девайсу. Что есть интересного, то что в Amazon RDS, на самом деле они сейчас недавно сделали новую фишку, что можно использовать бакап, который сделан с Перкон и экстребакап, и загрузить его в Amazon RDS в бинарном виде, что очень классно. Ну и мы, собственно говоря, тоже очень рады, что они нашу как бытулзу выбрали как такой стандартный формат бакапа, который они поддерживают. Если вы хотите уехать обратно, ну вот здесь уже как бы все эти database service, они, конечно, работают как американский термин Hotel California. Знаком кому-нибудь, кроме Кости, нет? В который все могут зачекиниться, но никто не может выехать обратно. Типа это, по-моему, какой-то добрый фильм ужасов. Я не говорю, что любой database service это фильм ужасов. Речь не об этом. О том, что съезжать может быть сложнее, чем заезжать. Там уже потребуется точно логический бакап. Репликации, многие из них, например, в Amazon, она поддерживается только для времени на уровне миграции. То есть если вы говорите, вот я хочу из какого-нибудь Amazon RDS всегда держать репликацию на мой какой-нибудь внешний сервис, но на всякий случай, если мне потребуется вдруг его активизировать, то это не поддерживается. И особенно, учитывая, что вам придется делать логический бакап и значит логический импорт, имеет смысл установить binary log retention более чем стандартный. Потому что иначе часто люди задампили базу данных, загрузили, за это время прошла неделя, пошли, чтобы сделать репликацию, чтобы догнала. А репликации у нас уже давно, binary log уже были давно стерты. Неприятно. Ну вот. Дальше что у нас. Экономить деньги как с клауд. Ну здесь важно что? Что знать, как ваш клаудвендор, как он вообще, как у него работает ценник, потому что у всех они разные и, конечно, они сильно отличаются от как бы стандартного хостинга, особенно если это у вас какой-то свой дата-центр. И здесь имеет смысл особенно смотреть за ценой, которая не только за то, сколько стоят сами сервера. Часто могут быстрый сторож какой-нибудь, сетевой трафик стоит даже дороже, чем сами вычислительные узлы. Ну и в Amazon есть еще такие как бы интересные штуки, как Reserved Instances, где вы можете приплатить, например, за три года за какой-то instance, то ему получить существенно скидку. И наоборот, есть такая интересная штука Spot Instances, где вы говорите, окей, вот дайте мне instance, но если вам она вдруг понадобится, вы ее можете у меня забрать в любое время. И такие инстансы, они стоят значительно меньше денег и могут использовать, например, для тестирования каких-то таких вещей, которые если вдруг у вас, ну что на самом деле маловероятно, там заберут этот instance, то это не будет большой проблемой, даст существенную экономию. Интересная вещь вот здесь какая еще в клауд, что люди часто ругаются на производительность клауд. Почему? Потому что они часто не понимают, что в отличие от вашего как бы физического ресурса, у которого часто бывает очень, ну вот одна стандартная производительность, что он может, то он может. В клауд, поскольку ресурсы разделяются между многими пользователями, часто могут они куда больше, чем вам дают. И это проверяется как? Что когда вы покупаете ресурсы, у них есть гарантированная производительность, а есть то, что называется по-английски как burst. Это насколько они могут, скажем, в таком производительности достигнуть как бы в пике, но какой-то коротковременный промежуток времени. И что часто люди делают, это вот мы получили instance, я запустил бенчмак на 5 минут, елки-палки, оно у меня вообще все рвет, работает супер быстро, окей, запустили в продакшн, а оно вдруг там через полчаса стало резко медленно. Фу, какой гадкий клауд. А на самом деле не клауд гладкий, а то, что сначала у вас узел показывал как бы burst, работал в этом режиме, а потом он стал уже работать в стандартном, в том гарантированном режиме, который есть. То есть это надо понимать. Для некоторых ворклоудов, которые особенно такие вот прыгающие часто, burst вполне подходит. В других же ворклоудах имеет смысл просто покупать instance или storage, provision IOPS, например, где у него burst нет, он просто работает в стандартном режиме. Ну и с точки зрения сети, здесь нам нужно хорошо опять-таки понимать, особенно latency важно в сети, особенно latency между вашим приложением и сетью, и базой данных. Ну почему? Потому что в данном случае получается часто как, что на один какой-нибудь, не знаю, там page или app у вас может делаться, не знаю, там 10, 20, 30 разных запросов в базе данных через одну connection. И здесь latency, он очень часто быстро накапливается. Ну взяли, не знаю, у вас latency какие-то жалкие 10 секунд, а 100 запросов один за другим уже секунда прошла, там уже тормозит с точки зрения среднего пользователя. Поэтому с точки зрения приложения и сервер баз данных их имеет смысл стараться держать в одном availability zone, то есть ходить к серверу локально. Особенно учитывая то, что у нас app сервера, они обычно, как мы говорили, stateless, если у вас что-то упало и database сервер доступен только в другом availability zone, вы можете обычно в течение буквально нескольких минут поднять там больше аппликейшн серверов. 10 гигабит хорошая штука. Да, еще часто, что важно, что с сетью, это понимать такую штуку, как network jitter. Особенно в клауд, он бывает достаточно более большой, чем в вашем полностью контролируемом вами дата-центре, там или офисе. Что такое jitter, по большому счету? Ну это на самом деле, насколько у вас бегает туда-сюда latency. То есть идет она всегда 10 миллисекунд или 5 миллисекунд, или вот она 5-5-5, потом 25-40, 25-5. Там какие-то такие всплески. И они в каких-то случаях бывают существенные, могут существенно как тормозить работу приложения, так и разваливать там кластеры, которые считают, что это как network failure, когда это просто задержки. На самом деле есть веб-сайты, на которых можно посмотреть статистику за многие месяцы, недели по jitter между разными регионами, между разными availability zones и так далее. По процессору одно и то же. Клауд это не клауд. Собственно говоря, неважно. Быстрые процессоры, они всегда хороши. Память, опять-таки, в основном для MySQL используется как кэш. Память очень важна для производительности. В клауд еще больше, потому что при прочих равных storage обычно в клауде более медленный. И здесь интересно вот что. Что storage, на самом деле у нас есть как бы три storage в клауд разных. У нас есть обычно local storage у каждого инстанса, который может быть достаточно быстрый. Там вот как раз-таки можем получить уже флаж через NVMe. И он часто достаточно недорогой. Но проблема при этом, конечно, то, что он не обладает высокой доступностью. Если ваш инстанс сдох, ее local storage тоже сдох вместе с ней. Поэтому на него полагаться не имеет смысла, на одного по крайней мере. Но если вы используете такую технологию, как PerconX, среди в класте, например, вы ее можете использовать, например, с инстанс local storage и часто получать выше производительность, чем если вы используете EVS. EVS или там cloud block storage, как я его здесь называю, оно с одной стороны доступно, но с другой стороны оно доступно как бы по сети. И поскольку оно еще внутри себя делает дублирование, то latency по записи на него особенно достаточно тормознуто и тоже стоит существенных дополнительных денег. Ну и файл или object store, такие как S3, обычно мы используем для бокапов. Просто гонять базу данных MySQL на S3 у вас не получится. Ну ладно, это я пропущу для экономии времени. MySQL-версии. Ну понятно, с точки зрения MySQL-версии имеет смысл использовать новые версии. Они, конечно, куда более уже протестированы в Cloud Environment. И самое-самое главное, не полагайтесь на MySQL-дефолты. Потому что MySQL-дефолты, они обычно весьма слабенькие. По крайней мере, несколько переменных нужно оттюнить, такие как buffer pool и так далее. С точки зрения database-as-a-service, на самом деле внутри там такая же система. То есть если это MySQL-аврора или Google Cloud SQL, там внутри так или иначе стоит сконфигурированный MySQL и соответственно все примерно те же идеи с точки зрения процессоров, памяти, storage, настроек, они все соответствуют. Но правда обычно они нам дают по умолчанию куда лучше настройки, чем если вы MySQL просто поставите и настраивать не будете. Интересно здесь что еще? Что вот был такой тест, делал один из товарищей. Он сравнивал как Amazon Aurora с другими системами. И вот что интересно у него получилось, что на его бенчмаке Amazon Aurora получилось далеко не самое быстрое. На других бенчмаков, которые вы посмотрите в интернете, которые тоже будут правдивыми, настоящими, Amazon Aurora будет куда быстрее, чем MySQL. Оба из этого правда, я просто про то, чтобы вы не думали, что если я пойду и буду использовать стандартный database-a-service, он мне всегда будет, блин, то, что я сам смогу ручками собрать, будет там рвать в 10 раз. Про высокую доступность мы уже с вами в основном говорили. Здесь единственное, что я скажу, что вы можете использовать, кроме своей еще database-a-service, которую он предлагает в Amazon RDS, в Amazon Aurora, в Google Cloud SQL обычно встраивается какая-то система, которую вы можете настроить для высокой доступности. Что есть интересно, что в Cloud у вас меньше контроля. Понятно, чем есть. И некоторые технологии, к которым вы привыкли, у себя работают, например, с IP-takeover. То есть если у нас упал мастер, мы сказали, о, slave, ты теперь будешь иметь этот IP, и для всех все прозрачно тебя переедут. Такие вещи в Cloud могут не работать. Ну и поэтому часто очень люди используют load balancer. В некоторых случаях даже два. Например, можно использовать elastic load balancer, чтобы у нас не было single point of failure, который раутит трафик, он тупой, но надежный. И он раутит трафик на парочку прокси SQL, которые уже у нас, собственно, могут делать всю логику по управлению трафиком. Это мы уже говорили. Ну и, значит, скажем так, про масштабируемость в Cloud. Масштабируемость в Cloud на самом деле интересна. С одной стороны, она у нас лучше, чем стандартная MySQL, потому что у нас есть такие оптимизированные для Cloud версии Amazon Aurora. С другой стороны, она у нас хуже, потому что супер мощное железо в Cloud не получишь. Как мы обычно масштабируемся? Мы делаем либо scaling up, то, что называется, когда мы более большие железки покупаем, либо scaling out, когда мы на много железок распределяем. Ну, на самом деле, scaling up, там про него много сказано, как это все там вообще плохо у нас, там куча ограничений. Ну и реально, да, на одном сервере Facebook вы не запустите. Да, там и ВКонтакте не запустите, и там много что другое не запустите. Но на самом деле достаточно большое приложение можно сделать на одном сервере. То есть я вот здесь написал достаточно стандартные такие вещи, которые можно получить на коммодити сервере достаточно без проблем. И это не пиковые вещи. То есть если вы возьмете большой сервер, вот там в бенчмаковых почитаете, можно получить более 1 миллиона запросов в секунду на MySQL. То есть это не какие-то фейковые данные. С точки зрения масштабируемости, ну понятно, что мы масштабируем чтение, запись, либо объем данных, либо все это вместе. Масштабируем чтение мы либо через репликацию, либо через кэширование, либо просто используем чего-то вместо MySQL для того, чтобы использовать какие-то вещи. Например, для каких-то типов операций, баз данных MySQL просто не самое лучшее. Люди часто используют Memcache для кэширования. Люди могут использовать какой-нибудь Elastic или Sphinx для FullTech Search. Для много чего можно даже Tarantul использовать. Вот Костя как раз сразу. Или там ClickHouse для аналитики данных. Много разных вещей. И наш подход к MySQL — это хорошая база данных, но как и вообще любой технологии, у нее есть своя ниша. А если что-то другое, надо использовать другие технологии. С точки зрения записи масштабируемости, прежде всего новой MySQL версии, потому что часто лимит — это именно репликация. И там есть параллельная репликация. Для некоторых случаев использование TokuDB, как Write Optimized Storage Engine, хорошая идея. Ну или наши подходы стандартные. Это functional partition, когда мы одну базу данных разбиваем на несколько. Или sharding, когда мы это все нарезаем по группам пользователей. Можно использовать. Что у нас есть нового и интересного в sharding? Вот две фичи я упомяну. Одна — Proxy SQL, про которую я уже говорил много. Там есть возможность маршрутизации запросов. Можно сделать достаточно простой sharding. Другая штука — это VTS, которую выпустили ребята из Google. Там у нее весьма продвинутая система OpenShare Sharding, включая, как можно решардинг делать автоматически, разбивать шар на несколько. В общем, куча всего интересного. Ну и с точки зрения масштабируемости данных, как мы говорили, мы можем использовать functional partition или sharding. Еще тоже есть такая штука интересная, как архивирование данных. Очень-очень часто в базе данных, которые используются в продакшен, она такая большая, гадкая, толстая, потому что в ней куча дерьма. И если это дерьмо оттуда вынести, то база старая становится маленькая, компактная, сразу быстро и резво бегает. Очень часто такое бывает. Ну и еще очень интересно, что проблемы с большой базой данных часто возникают не только с точки зрения приложения, но все больше с точки зрения операционных вопросов. То есть, например, если взять базу данных, которая занимает 20 терабайт, во многих случаях она может вполне себе даже нормально работать. Но делать какие-нибудь alter table, backup, бить такую базу данных, делать на ней апгрейды, если придется что-то там изменять структуру, вот это у нас становится достаточно уже неудобно. И это мой просто призыв, планируя размер базы данных, которые вы хотите иметь на instance, всегда думайте не только о производительности с точки зрения development, но и operations. Ну вот, так вот немножко голубым по Европам, но хотелось уложиться ближе к 9 часам, а то я обычно говорю много, иногда по делу, иногда не очень. И сейчас у нас, наверное, самая важная часть. Нам нужно раздать вопросы, раздать бонусы за вопросы. Так, вот, кто у нас тут был активный с вопросами? Так, вот, например, молодой человек, который у всех отнимал микрофон, вот мы вам вручим вот такое вот странное создание. Так, что еще? Это еще будет вопрос? Все уже устали. А, нет, ну так я не могу на вопрос отвечать, но просто вот нам говорят уже надо выметаться нафиг. Что, серьезно? Нет. Просто вы боялись, что вы устанете. Просто боялись, что докладная часть затянется, а вот вопрос позадавать это милое дело, правильно? Конечно. Ну, замечательно. Давайте вопрос еще тогда. Это я могу. Константин, подскажите, пожалуйста, в экстра бэкапе поддержка только DB. Есть в планах, когда будет? Значит, поддержка только DB в перкон экстра баков. Вообще, непосредственно перкон экстра баков, да, она была сделана как экстра баков для экстра DB и инно DB в частности. То есть мы планируем, как мы будем делать баков и какой следующий будет инструмент, да, в данном случае, который действительно сможет поддерживать как току DB, так вот ROX DB, над которым мы сейчас работаем. Но это не… То есть инструмент будет, но он не будет называться перкон экстра баков. Скажите, вы не знаете, в MariaDB планируется JSON переносить, по типу поля JSON? А, планируется ли в MariaDB переносить поле JSON? Ну, на самом деле, мне сложно судить о том, что MariaDB будет, не будет делать. Последние слухи, которые я слышал, они считают, что у них так все хорошо работает с текстовым представлением JSON. Вот на самом деле, если вы хотите получить поле JSON в MariaDB, у меня есть секретный способ для вас. Вот Алексей недавно делал бенчмарки на JSON, но он MariaDB не включал. Если показать, что отсутствие типа JSON делает MariaDB тормозной, то, скорее всего, они озаботятся о тип JSON туда добавить. Как ты думаешь, Алексей? Я знаю ровно один случай, вот из тех мячмарков, которые я делал, где MariaDB точно просядет абсолютно. Либо мы целиком JSON документы достаем по первичному ключу, и здесь, понятное дело, в MariaDB все будет так же быстро, либо мы достаем отдельные поля. И здесь уже бинарный формат, который в MySQL используется, точно будет быстрее. Вот, но что я еще слышал про MariaDB, то, что они, по-моему, собираются, по крайней мере, поддерживать JSON как алиас для текста. То есть, если мы хотим просто залить данные, например, из MySQL, MySQL дампы, чтобы он работал. Так есть сейчас уже? А, ну, значит, уже сделали. Я просто никогда с ними говорил, еще не было. Вот на тему сжатия и току дб вопрос. Может ли быть такое, что… Окей, есть там какая-то табличка с архивными данными, да, хорошо бы ее сжать, fractal 3, все дела. Может ли быть такое, что при там джойне с табличками на дб, например, окажется, что часть оптимизации не работает, потому что разные сторож драйверы? Ну, хороший вопрос. То есть если джойнить и на дб и току дб, что будет с оптимизатором? То есть оптимизаторы из-за того, что разные движки выключаться не будут. Но сам оптимайзер может работать хуже, потому что косты, они не сбалансированы между разными движками. То есть, например, ну, ты понимаешь, да, то есть как вот у нас есть разные режимы доступа, они относительны. И для одной сторож драйвера они хорошо протестированы, джойны между разными могут вызывать проблемы. Я помню, на самом деле, те же самые проблемы у нас часто были еще год назад, когда мы джойнили mySamsin на дб в этом плане. Ну, а вообще проверить, есть ли какие-то вот такие оптимайзерные геморрои. То есть это именно оптимайзер или экзекюшен у него не получается. Можно путем просто задать жесткий план через такие вещи, как straight join, force index, уже посмотреть, да, там, может, у каких-то оптимизаций в току дб не хватает. Ты что, давать хотел, нет? Еще вопрос. У меня вопрос по поводу прокси-скуэль. Мы у себя пытались его использовать, но он оказался то ли очень сырой, то ли очень важный, и мы откатились обратно на хапрокси. А сейчас я вижу, что вы его планируете использовать, точнее уже имплементируете в перкону. А как давно вы это делаете? Ну, а какую версию пробовали? Честно говоря, это делал не я, делали мои коллеги. И тут на самом деле вопрос какой? Если вы это все почините, это будет прекрасно, и мы делаем на профси-скуэль. Нет, мы сейчас активно очень работаем с разработчиками. Да, был продукт более сырой, как бы сейчас он активно развивается. Наши QA работают с ним. Я знаю, что на самом деле вот ребята из Oracle, например, Фред работает тоже с прокси-скуэльтестерием много. То есть я думаю, что баги будут достаточно быстро там вылезаны. Ну и лучший способ. Есть два способа, как вообще исправить баг в open source проекте. Первый, самый лучший, это предложить патч. Второй, если нет времени, да там или не получается, по крайней мере зарепортить. Есть хороший баг-репорт, где понятно разработчикам, как этот баг повторить. Потому что я… Мы баги, естественно, репортили. Ну хорошо. Не фиксили их баги или нет? Знаете, вот последний раз, там месяц назад еще не был пофикшен. То есть мы когда смотрели, приходить нам все еще на прокси-скуэльтестер, то баг не был пофикшен, смысла не было. А, ну понятно. Ну вот, значит, еще могу сказать такой один маленький хин. Да, то есть если баги не фиксит, особенно разработчик, как Рене, который там один, то часто финансовая мотивация разработчикам помогает. Ну я предложу кого-то. Есть еще вопросы? Добрый день, спасибо за доклад. У меня интересный вопрос. Есть другую сторону. Занимается ли перкона созданием ролей для автоматизации развертывания ваших продуктов? Я так поискал, сейчас не нашел. То есть ты имеешь в виду… Какие у меня есть были роли, например? Да, то есть на самом деле у нас есть это в планах. Пока что мы непосредственно не дошли руки до этого. То есть многие используют и используют майской роли для развертывания, ну по крайней мере, перкона сервер в этом плане. Потому что мы обеспечиваем высокую степень совместимости. Непосредственно, я так понимаю, что нет. Еще? Спасибо за доклад. И отдельное спасибо за дашборды в графане. Постоянно пользуюсь. Супер. И вопрос у меня про клаудные database services. Не могли бы их сравнить, если особенно интересует Amazon, VS, Google, какие там подводные камни. И Amazon, например, я уже слышал, не позволяет реплицировать наружу. Нет ли таких ограничений у Google или каких-то других. Но на самом деле, я скажу честно, то что я не могу точно ответить на этот вопрос. То есть это уже как бы больше вещи, с которыми больше работает наша саппорт команда. то есть я более детально не могу ответить. Есть еще вопросы? Ну что, все хотят домой. Вроде бы нет. Наверное, все хотят призы. Все хотят призы. Так, ну что. Сейчас ты можешь их раздать. Да, подожди. Нам еще сказали, вот футболку надо задать еще человеку какую-нибудь за хороший вопрос. Костя, вот ты у нас такой суровый, но справедливый судья. Да, да, обязательно. Так что давай выбери второго человека. Мне, конечно. Что? Шучу, шучу. Тебе, конечно. У тебя есть такая. У меня есть такая. У тебя уже такая есть. Ну давай. Ты мне даешь такую футболку каждый раз, когда я приезжаю к тебе. Да, вот видишь, все хорошо. Видишь, Костя приезжает один час в нашей конференции, Костя, хочешь порекламировать нашу конференцию? Очень хочу порекламировать, но у меня бесплатный билет, если ты не забывай. То есть есть одна важная деталь. Но мне очень нравится. Очень нравится. Ну хорошо, выбирай человека, которому мы вручим футболку. Нет, я считаю, что вопрос про мамм кэш просто, ну, я это называю вопросом про мамм кэш, про автоинкремент оффсет. Потому что один из сценариев использования это… Кому ты хочешь? Вот человек, который задал вопрос, он троил всех и говорил, что… Так я ему уже дал одну штуку. Ну блин, ну это не футболка. Такой человек, слушай, еще и футболка ему, что ли? Ну а как? Ну а кто… Хорошо, ну вот еще товарищ, вот выбирай между этими двумя. Он сдает этот приз, видишь, получается футболка. Окей, окей. Слушай, а? Нет, 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 как представители, собственно, организаторов, мы тогда и от Пиркон, и от Мэлру, потому что и коллеги… Нет, просто… Давайте еще что-нибудь разыграем. Нет, просто… Петя, ну, Петя, ты спросил меня, я могу обосновать это, да? То есть, я считаю, что это поколенческий такой вопрос, то есть, когда, словно там, мы 15 лет назад вообще во все это вылезали, нам было вообще просто по приколу, что есть база данных, есть Oracle, такой сложный, большой, и есть прикольный, маленький, быстрый MySQL, и сейчас MySQL такой больше похож на Oracle, гораздо стал. И есть быстрый, маленький Tarantle, да? Нет. Подожди. Я не к тому, хотя спасибо. Спасибо. А вот, и я все больше вижу людей, которые говорят, блин, уберите от меня эту всю сложность, Не давайте мне решение, которое потом стреляет мне в ногу. И вот мне поэтому очень нравится этот вопрос. Да. Отлично. Так, ну что, в общем, все честно. Костя любит идею winner takes it all, да? Все призы. Может, мы остальные призы тоже дадим молодому человеку, или все-таки разыграем? Ты решай, да, слушай, ты все-таки. Ладно, давай, будем сейчас разыгрывать. Разыгрывать будем, смотрю, накидали, сколько люди же хотят. Вот, у нас есть одна такая хорошая традиция, там, мы обычно считаем, что если мы хотим честного найти человека, то нам нужно вот обязательно девушку. Вот девушка, давайте вы будете у нас тянуть. Вот, это как обычно, девушки обычно более честные люди. Все же согласны с таким утверждением. На, держи. Так, подожди. Микрофон. А, и микрофон. А, еще у девушек лучше, они лучше разбирают почерк, потому что я почерк вообще не разбираю. Давай, так. Я очень постараюсь. Вот, вот раздаем, значит, начинаем с малого, с наших великолепных открывашек для пива компании Перкон. Это наш такой малый сайт бизнес. Вот, мы правда раздаем, а не продаем. Миша и хорошо, Чернов Андрей. Вот, да, ты можешь сразу следующее читать. Мы уже Чернов Андрей, давай мне эту штуку, я их, вот, будем говорить, что Чернов Андрей, вот здесь. Макс Зайцев. Зайцев? Я тут думал, это один Зайцев. Ну что ж, поздравляю. Хорошая тебе фамилия. Наш следующий победитель. Александр Толкачев. Есть такой. О, видишь, все, кто, давай, следующий. Так, ну что ж, пожалуйста. Николай начинается на А, заканчивается на В. Поле чудес. Да, сейчас поле чудес. А Циферов. Точно, ты есть. Ну что, поздравляю. Калестшиков Александр. Неправильно, А может, Калест... Калест... А, Калест... Прошу прощения. Да. Спасибо. В телеведущий податься. Черкасов Марк. Черкасов Марк. Вот, окей, отлично. Давайте следующего. Так мы сейчас раздадим уже две осталось. Они просто маленькие. Так, а, вот, Марк. Удачи. Ну что, давай, последние две. Чукира Юлия. 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 Чурки. Вот, отлично. Наша последняя открывашка. Да. Котов Саша. Саша. Да. Ну что, поздравляю. Ну что, давайте теперь разыграем призы от нашей любимой компании Mail.ru. Вот, Смотри, какие классные штучки. Зарядки. Султанов Рустам. Так, отлично. Ага. Леонид Куликов. Павлов. По-моему, Алексей. Да, похож. Так, следующие. Фиджи-спиннеры. Что? А ты, Павлов Алексей? Ну так, опс, какой это, Павлов Алексей. Ага. Как оно интересно, да? А Константин Рекунов? Еще один. Еще один. Паша Знаменский. Так. Так, ну что, теперь у нас какие-то очень… Это что такое? Это… А, понятно. Понятно. Ясно. Хорошая штука, да. Михаил. Просто Михаил. Просто Михаил. Михаил и номер. Интересно. Ну что, приятно познакомиться. А, да, точно. Ну ладно, давай так. Окей, хорошо, давай следующий. Это не, это предыдущий. Это все мусор, да? Окей. Так, ну что? Ну что? Алекс Глюк. Ну что? Ладно, ну давайте следующему человеку. А у тебя такая на самом деле фамилия? Глюк. Нет? Ну Глюк это счастье вообще. Мне кажется, по-немецки. А, понятно. Виталий Евсюков. Виталий. Виталий Евсюков. Может уже убежал? Ну что? Ну следующий значит? Следующий, да. Надо же. Смотри, не так много разбежалось. Зунуков. Простите. Прошу прощения. Мухаммад. Ну что? Спасибо. Так, ну что? Вот еще нас, давай, одну еще разыграем. Последний счастливчик. Да. Стас Никитин. Стас Никитин. Да, и это у нас, как это называется-то? Батарейка, телефон заряжать. Перконовская. Ты можешь открыть, да. Пожалуйста. Так, а это вот последняя еще девушка. Я думаю, что вам должна быть за помощь какой-нибудь приз. Спасибо большое. Пожалуйста. Ну что? На этой счастливой ноте мы, наверное, закончим наше предприятие. Давай. Давайте поблагодарим докладчика. Спасибо. Спасибо.